Здравствуйте! В эфире программа Медиаполе. С вами Владимир Тикус. Спонсор программы Северодвинская сеть магазинов шаговой доступности «Гастроном. Русский». Лучший выбор к вашему столу. Питаться нужно не только правильно, но и вкусно, выбирая для себя только лучше. «Гастроном. Русский» – сеть северодвинских магазинов шаговой доступности для людей с хорошим вкусом. Качество изобилия свежей мясной и рыбной продукции, колбас, сырок, полуфабрикатов и консервов всегда по разумным ценам напрямую от отечественных производителей. Это индивидуальный подход к каждому покупателю, дельные советы и правильный выбор. Это обязательная 3-процентная скидка пенсионерам в любом магазине торговой сети. «Гастроном. Русский» – вкусные продукты на вашем столе. Порой послушаешь, как говорят обычные люди на улице, в магазине, поликлинике, уши вянут и хочется моментально беруши себе вставить. И речь не о том, что россияне слишком активно используют в речи некоторые весьма крепкие откровенные слова и выражения. Есть и такая проблема, но куда более страшна тотальная, вопиющая безграмотность. «Квартал», «Звонит», «Торты», «Ложить», «Договор», «Компас», «Ходотайство» – сплошь и рядом такое звучит. Но любой уважающий себя грамотный человек никогда не позволит себе так варварски коверкать русский язык. Для других же подобная ситуация в порядке вещей. Но ведь это же настоящая болезнь. И поражено ей все российское общество. Сверху донизу. Учителям во многие школы пришли молодые, уже обученные сегодняшним системой образования. Они безграмотные молодые учителя тоже. Учительница по русскому языку кричит на детей. «Вы тут, а я, а я с вами пошу, пошу!» Учительница русского языка. Как пчела в муравейнике. И чего, какие дети вырастут после этого? А как пишут-то, как пишут? По принципу бумага все стерпит. Да ведь она уже со стыда краснеть начинает от безграмотных заявлений, протоколов, резолюций. Кто-то умудряется сделать, казалось бы, невозможное. Слове из трех букв допустить четыре ошибки. Еще преподнести как из чё. А как смски или сообщения в социальных сетях набирают? Зачастую понять невозможно, о чем вообще речь идет. Разум буксует. Требуется все образование начисто забыть и на первобытно-общинный уровень опуститься. А с чего все начинается? Конечно, с семьи и со школьной скамьи. Конечно, надо развивать речь учащихся. А то у нас одни комиксы какие-то. И, к сожалению, язык комиксов становится все более понятным вот этому, так сказать, современному тинейджеру нашему. Например, они, соответственно, дальше смс-сообщения, в которых, как известно, совсем не обязательно соблюдать правила русского языка, лишь бы понятно было. Раз это есть, наверное, и это востребовано, то запрещать глупо было бы. Просто надо настолько умело где-то лавировать между этим всем. Вот оно. Чего у нас сегодня, может быть, не получается. Но на самом деле, если говорить не в целом, там, глобально во всем мире или во всей родной стране, во всей Араханской области, то в Северодвинске это удается, я бы сказал, даже значительно лучше, чем где-либо. Потому что, еще раз говорю, здесь вообще огромная традиция сложившейся преподавания словесности. Здесь всегда были выдающиеся буквально учителя русского языка и литературы. Говорят, что во многом в сложившейся ситуации виноват единый государственный экзамен, который с нечеловеческими усилиями внедряли в российской школе все эти годы. И школьники, которых натаскивают на тесты, разучились думать. А тем временем правила сдачи ЕГЭ становятся все жестче. В этом году серьезно обсуждают закон о том, что если школьник не пришел на экзамен, за ним домой приезжает полиция. Хотя в Северодвинске вроде бы наблюдается рост показателей по результатам единого государственного экзамена, педагоги сетуют на то, что дети разучились писать сочинения и изложения. Почему же это произошло? Когда менялась форма экзамена, нельзя было допускать, чтобы мы уменьшили внимание на то, чтобы развивать речь. Устную и письменную. Это основная, главная задача словесника. Не только научить грамотно, словесник, это святая обязанность. У него дети должны писать грамотно. Жиши начинает первый учитель, потом мы, там КАС-КОС, РАС-РОСТ и так далее. Все это наша работа. Но обязанность, святая обязанность словесника, учителя словесника, научить говорить красиво, правильно, развернуто. И писать красиво, правильно и развернуто. Обеспокоенные педагоги высших учебных заведений. Их поражает уровень знаний выпускников школ, которые приходят к ним на учебу. И далеко не только по русскому языку. Когда до него очередь дошла, молчит, не отвечает. Я сказала, ну хорошо, тогда скажите, какие произведения Пушкин написал. Молчание, а Гоголь, молчание. Я уже не знала, какие вопросы наводящие задавать. И я говорю, я не выдержала, говорю, так, а вы зачем на филфак пришли? Он на меня так посмотрел у коризни, он сказал, я литературу люблю. Еще в 2004 году тотальную безграмотность решили победить тотальным диктантом. Это ежегодное образовательное мероприятие, организуемое, кстати, не только в России, но и других странах с целью популяризировать грамотность. Тексты всем желающим проверить себя читают известные люди, мастера художественного слова. Как тотальный диктант проходит в Северодвинске. Проект стал популярен по России. Я подумала, почему бы не сделать у нас в городе. Нашла единомышленника, вот Юлию Селиверстову, и мы вдвоем сделали. Я сейчас уже немножко отошла, да, уже больше курирую там по каким-то определенным вопросам. Вот, но проект развивается, у него очень много единомышленников в городе, очень много волонтеров. Проходил он у нас уже, получается, четыре раза, то есть в этом году был четвертый раз. Первый раз у нас было три отличника, потом у нас было 12 отличников, потом снова три. И вот в этом году у нас опять такое хорошее количество отличников, да, то есть в принципе каждый год по-разному. Это зависит, конечно, от текста, это зависит от нюансов произведения, да, которые читают. Но я думаю, что это в первую очередь проверка, конечно, самого себя. Впрочем, одной проверкой грамотности дело не поправишь. Хоть каждый день этот диктант пиши. По результатам проверки написанного выявляются с одной стороны курьезные, а с другой печальные факты. Люди не знают, как правильно писать вроде бы простые, обыденные слова. Пойми, я не пил коньяку столько лет. Пойми, стерлядь редко лежит на столе. Сижу на диктанте угрюм и уныл, как пишется, стерлядь забыл. Стерлядь у нас, вроде рыбка, я написал, опять ошибка. Диктант, ну очень сложный. Прям невозможно. Придуман он не для людей. Не для людей. Наш диктант, не поверь, не поверь, без людей. Может быть, я сгущаю краски и проблема не имеет такого масштаба? Тогда давайте спросим о ней обычного жителя города. Слушаем глаз народа. Потому что у нас все в телефонах, все в интернете. Поэтому сейчас не читают, не пишут. Все находим мы в социальных сетях. Поэтому мы безграмотные. И все-таки, есть ли возможность пусть не решить проблему окончательно, но хотя бы переломить ситуацию, заставить людей по-другому взглянуть на свою речь? Мало ли что придумывает министерство или чиновники, которые мало что понимают. Я все-таки захожу в аудиторию, закрываю за собой дверь и делаю то, что я считаю нужным. Я разговариваю, я пытаюсь пробудить мысль, желание. Потому что я понимаю, что заставить никого ничего нельзя. Надо сделать так, чтобы любви самим захотелось. Захотелось читать книги, захотелось смотреть нужные хорошие фильмы, захотелось задумываться. Потому что чтение – это всегда не только самообразование, это еще и на подсознательном уровне становление личности. Резюмирую. Говорить и писать грамотно. Нужно всегда и везде, при любых обстоятельствах, не давая себе поблажек, не проявляя к себе снисхождение. Даже в разговоре с друзьями за кружкой пива должно быть стыдно нарушать нормы русского литературного языка. Уважайте, любите его, упивайтесь им, купайтесь в нем. Читайте как можно больше слов, написанных классиками отечественной литературы. Русский язык – наша честь и гордость. Так давайте не будем терять эту честь. Спонсор программы – Северодвинская сеть магазинов шаговой доступности «Гастроном. Русский». Лучший выбор к вашему столу. С вами были Владимир Тикус и программа «Медиаполе». Русский язык – нашли, субтитры, 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 суб